Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. На этот раз новость касается вопроса исчисления страховых взносов при реорганизации. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. В данном письме Минфин рассмотрел ситуацию, когда одна организация присоединяется к другой. И, соответственно, возник вопрос, можно ли организации, к которой присоединилась другая организация, учитывать базу по страховым взносам присоединяемой организации. В целом вопрос понятен, потому что при возможности такого учета у организации появляется возможность быстрее достигать предельного уровня базы, по достижению которого можно начислять страховые взносы по пониженным ставкам. Минфин, рассмотрев данную ситуацию, в основном в письме анализировал положение Гражданского кодекса и свою позицию построил на том, что в соответствии с передаточным актом база по страховым взносам не является объектом правоприемства. И в связи с этим Минфин приходит к общему выводу о том, что нельзя учитывать базу по страховым взносам присоединяемой организации. То есть, в целом, это вывод не в пользу страхователей, не в пользу плательщиков взносов. Вместе с тем, здесь следует отметить, что имеется противоположная позиция по данному вопросу в судебной практике. То есть, можно найти судебное решение, я видел судебное решение 2014-2015 года, в соответствии с которыми все-таки учитывать базу по страховым взносам при реорганизации возможно. Ну, как будет развиваться соответствующая практика в связи с новым регулированием страховых взносов, в связи с переносом страховых взносов в налоговый кодекс, пока не ясно. В любом случае, налогоплательщикам следует принять во внимание данную позицию Минфина, но также следить и за судебной практикой по данному вопросу. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.